Это пример из биографии женщины, о которой я вам уже рассказывал. Тут еще на астрокартографию интересный пример. Помните, вот эта, которая вышла замуж, и он оказался алкоголиком, и развелась, а потом... Да, да, она в юности поступала в театральный вуз. Ну, было такое, сейчас я покажу ее гороскоп, а вы скажете, стоило ей это делать, или же, или же не стоило. Давайте посмотрим. Итак, стоило или не стоило ей это делать. Значит, было следующее, было следующее. Она в школе посещала театральный кружок, и, ну, все говорили, что молодец, медалью школу окончила. И у нее был подготовлен для выступления, для творческого конкурса, про Любу Шевцову. Это Люба Шевцова, это из молодой гвардии. О сопротивлении комсомольского подполья немецко-фашистским захватчикам. И она внешне на нее даже была похожа. Вот, и она должна была, ну, подготовила монолог Любы Шевцова, потому что Люба сама была артистка. Она, фашисты за ней наблюдали, это реальная история. А Люба, ну, как бы вводя их в заблуждение, она была подпольщицей. И даже мама не знала о том, что Люба входит в эту антифашистику, мама Любина. Это было в Краснодоне. А это где Краснодон? Да, это Украина. Это Ворошиловград, который потом начал называться Луганском. Это было там. И фашисты в итоге пришли за Любой. Они уже знали, что она радистка, ее мучили и пытали целый месяц, больше, чем любого другого молодогвардейца. Но ничего от Любы не добились. Она пела песни, ее били, она поднималась и продолжала смеяться и петь во время допросов в гестапо. И сбитую, измученную девушку приносили и бросали в камеру. И так целый месяц. Дважды ее забирали из камеры и говорили, что ведут на расстрел. Но на самом деле не было специально, чтобы она поверила, испугалась и созналась в том, что она входит вот в эту ячейку антифашистскую. Но ничто не могло сломать гордую Любу. И в конце концов ее реально повели на казнь. Это было 9 февраля 43-го года. И она шла с высоко поднятой головой. И в лесу Гремучем, так лес называется, она была расстреляна с тремя другими молодогвардейцами. 9 февраля, а уже 16-го Краснодон был освобожден от фашистов. То есть ей не хватило недели. Этой Любе Шевцовой недели не хватило до прихода наших. И все-таки ее расстреляли. И вот это вот все Изольда готовила и поехала. Решила... Она родом из Пскова. Но в Пскове, наверное, ничего такого не было, где бы можно было учиться на артистку. И она поехала поступать в Минск. Она поехала поступать в какой-то... Ну, в общем, там в Минске был какой-то такой театрально-художественный вуз. И вот она туда приехала. Давайте посмотрим по критериям. Итак, Венера в рыбах. Да, добрая. Конечно, в деле в Овне в Скорпионе было бы еще лучше. И зал бы рыдал, слушав ее исполнение, монолог Любы Шевцовой. Но и такая Венера, она тоже производит впечатление. Ну, в смысле рыбы, телец, весы. То есть Венера в рыбах в экзальтации. По первому критерию прошла. Главное, не так, как у Татьяны Егоровой. Кстати, Татьяна Егорова за 30 лет службы в театре сатиры, когда и выходила на сцену, то исключительно такой... Да, 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 да. В некой молчаливой мизомственной сцене, но она считала этого пиющей несправедливостью и предвзятым отношением руководства к ней, причем обвиняя это самое руководство в, как это сейчас модная тема, в харассменте. Это у американцев сейчас самое модное, вот у девушек фишка, как с продюсеров срубить миллионы. Вы, наверное, слышали в новостях, это сейчас часто муссируется. Но обвинения в сексуальных домогательствах и все, и это что-то с чем-то страшным. Татьяна Егорова, она раньше американок начала прохарасмить на станции метро Маяковская. Итак, коллеги, идем дальше. Значит, она приезжает в Минск, и она была готова... А, подождите, я, извините, у меня у самого мысль переключается, критерии. Первый критерий прошла, второй. Семь линии. Ну, не так, конечно, как у Гитлера и Мерелин Монро, но... Семь линии. Ну, больше трех ял. Прошла. Третий критерий. Пятый дом. Уран там стоит. Прошла. Четвертый критерий. Силовик, мозговик, деловик. Не прошла. Кто она? Силовик. Солнце первое, потом Меркурий. Это Водолеи, Венера в рыбах последнее. Но прошла по первым трем, как ваш сын. Уже этого достаточно. Достаточно. И последний критерий, темперамент. Тут, по-моему... Здесь огня раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. О, семь огня, коллеги. Да, это я асцендент, я посчитал. А воды раз, воды мало, два. Ну, немножко не прошла. Огня много, но воды мало. Семь плюс два равно девять. А надо, чтобы сумма была больше девяти. Вы помните, у нас всего же восемнадцать баллов. Все четыре стихии. И надо, чтобы, когда вы прибавили... Тут не важно, за счет чего. За счет огня. Или за счет воды. Не важно. Но важно, чтобы сама сумма, огонь плюс вода, была бы точно больше девяти. Но у нее не больше. Ну, то есть, она по трём прошла, по двум не прошла. По четвертому и пятому. Силовик она, а не деловик. И темперамент у нее не совсем актерский. Но трех критериев достаточно. И вот, что она рассказывает. Девочка, которая поступала вместе со мной, попросила меня подыграть ей на творческом конкурсе. Подать пару реплик. Вступительную и заключительную. Это разрешалось. Абитуриентка, вот это другая девочка, представляла сценку из классики девятнадцатого века про девицу из деревни, которую отправляют на работу в город. Она боится ехать. Ну, в общем, такая сценка. Не образованная девица из деревни, боится ехать. Мы репетировали с этой девочкой. Все было хорошо. Но на самом экзамене, в большом зале с колоннами, перед комиссией, нервы у девочки не выдержали. И у нее началась истерика. Ну, это бывает. Ну, от волнения разрыдалось. А девочка шла первой, перед ней. Ну, то есть, она раньше шла на этот экзамен. И когда члены комиссии поняли, что плач не постановочный, а натуральный, они попросили удалиться со сцены и не задерживать очередь. И тут я взяла слово и эмоционально произнесла речь, что нельзя быть такими, комиссии, бесчувственными. И надо войти в положение бедной девочки. Я говорила очень убедительно. Комиссия сказала, что если я такая сердобольная, то мне нужно поступать в педагогический или медицинский, а никак не в актрисы. Я, теперь я уже сама обиделась на них и решила, что я туда поступать не буду. Ну, то есть, коллеги, три из пяти из-за какой-то... То есть, это не ее была ситуация, а она помогала другой девочке. Девочка, видимо, вообще без единого туда пошла критерия, сразу же как бы опростоволосилась. А эта стала ее защищать перед комиссией и, короче говоря, решила, а раз так, я тоже к вам не пойду учиться. Ну, в общем, и зря. Кстати, коллеги, две минутки про астрокартографию. Посмотрите, пожалуйста. Дело в том, что астрокартография, она очень хорошо отражает эту ситуацию. Сейчас вы, надеюсь, увидите. Вот то занятие, вот тут какая-то линия идет, то занятие по картографии почти через Минск проходит. Вот она из Пскова поехала поступать в институт в Минск. Ну, как бы относительно недалеко, по прямой вниз. Но через Минск, практически рядом-рядом, видно вам или нет, у нее проходит какой-то ангуляр. Понятно, что она там сколько, 30 или сколько лет тому назад, про ангуляры понятия никакого не имела, но мы-то знаем, это был ангуляр Плутон-десцендент. Можно туда было ехать? Ни в коем случае. Злая. Она поехала под линию злой планеты. И как рок какой-то, с этой девочкой какой-то, она могла вообще то и сказать. Ну, сама я-то здесь, я такая же, как ты, абитуриентка. Выступай сама. Почему я должна тебе помогать, подыгрывать, да. И из-за этой девочки она вошла в конфликт с приемной комиссией, развернулась и гордо ушла. Попала под линию Плутон-десцендент. Вы, пользуясь картографией, ни за что бы не посоветовали ей ехать в Минск для каких бы то ни было целей. Под линии злых планет мы не едем. Все посмотрели уже свои линии? Прекрасно. А теперь посмотрите, какая линия ей дала этого алкоголика. Это тоже история, как она с ним познакомилась. Они познакомились в Крыму. Про алкоголика это я имею ввиду ее будущего мужа. В воспоминаниях это выглядело так. Это выглядело так. Сейчас прям даже вот хочу зачитать. Так как я не стала артисткой, поступать в другой вуз было уже поздно. То есть она приехала под плохую линию. Она не только не поступила в Минске в институт. Она еще и потерялась целый год из-за этого, из-за какой-то дурацкой ситуации с какой-то девочкой, за которую она перед комиссией решила вступиться. И я поступила учиться на библиографа в училище. Ну как бы, ну это не высшее, это среднее, но не важно. А потом все-таки высшее она получила. Как общественная активистка, каждое лето я работала пионер-вожатой в Артеке. И летом там в Артеке познакомилась со своим будущим мужем. Знакомство произошло при необычных обстоятельствах. Коллеги, это вот, вот здесь, вот, вот здесь, вот, вот тут. А тут линия, ну она правда чуть-чуть правее, но помните, что у каждой линии есть некий орбис. Видна вам линия? Да. Чуть-чуть правее Крыма у нее проходит линия Нептун-десцендент. Ну это прямо именно для этого, чтобы встретить будущего мужа, который Нептун окажется Нептун. Да, такой сплошной Нептун. И вот она рассказывает. У одной из вожатых был день рождения. И в выходной мы пошли отпраздновать его на Аюдаге. Это Медведь-гора, это такая одна из, кто видел, кто бывал на Медведь-горе, достопримечательность Крыма, да. Пошли туда, ну, вожатые молодежь отпраздновать день рождения. Пикник прошел прекрасно, но уже когда мы собирались спускаться, вдруг набежали тучи, началась страшная гроза, в горах это бывает, и потоки воды шли стеной, и мы как-то все потеряли друг друга. На мокрой поверхности я поскользнулась и уже могла вообще свалиться вниз и рискуя сломать себе шею, как вдруг чья-то сильная рука в последний момент меня схватила и не дала мне упасть с горы. Это была рука моего будущего мужа. Ну, то есть он случайно тем летом оказался там же, и они познакомились и дальше поженились, и она приехала в Москву. То есть линия Добрая Планета Досцендент, вы помните, я вам обещал, что в первый же вечер вы там кого-нибудь встретите, она умудрилась подцепить жениха даже на Медведь-горе. Так что, коллеги, ну и линия Нептуна очень симптоматична. Скажите, пожалуйста, про творчество все понятно? Пять критериев незыблемы, корректировки не подлежат.